Всем здрасте! Забор покрасьте! С вами я, Некрасный, и это вторая часть 100 дней на выживание в Палворд. Всем приятного просмотра, а ты не забудь поставить лайк и написать комментарий. Мое дивное утро пятого дня началось с рубки деревьев. Готов скалывать. В ветке исследований вкачал верстак для пала и седушку для моего кабана. Вот только чтобы поставить его, мне нужна ткань. Поэтому было принято решение вернуться в стартовую локу и пофармить там низкоуровневых зверюшек. Нифига моя курица раздает, такую даже на мясо опасно пускать, ненароком сам фрикаделькой станешь. Ну и какая же шерсть без барашков, нашпигуем их на шампуры. Эй, мужики, вы хоть смешарики смотрели, там бараш так не умеет. Попробуй! Конечно же доколупались и добрать их чекипи. В общем, пытались поймать всех слабеньких палов, чтобы получить за них максимальный опыт. Подожди, слоняра, и до тебя очередь дойдет, ходишь тут фраером. Быстрым перемещением, моментом отправляемся в небольшое поселение и продаем тамошнему барыге палов всех ненужных нам зверушек. Не, нормально, перец устроился, я ему, значит, покемонов за сотку отдаю. А у него ценники на тех же покемонов по нескольку тысяч, блин. Я таких пидорасов давно не встречал. Это же не бездесмен, это же беспредельщик какой. Вернувшись на базу, пособирали все палсферы, которые снесла нам Викси. Мне вот дико интересно, если она никуда не выходит с базы, откуда она их достает. Илья, приколись, снимки из задницы. Господи, как это все туда вообще попадает? Пока мой верный электрик крафтит мне ткань, я займусь верстаком для палов. А затем сразу же сделаю седло для моего кабанчика. Построим статую силы, чтобы укреплять свой дух и дух своих палов. Ну чё, пора оседлать моего верного кабанчика. Моя жизнь принадлежит орде. Это ж нифига себе мы сейчас дел замутим на боевом-то кабане. Ха, кажется, курица захотела научиться летать. Это, конечно, имба, но управлять им сложновато. Ну всё, всё, пора слезть с кабана. Чего? Ты своей жопой мне все хп отдавил? Завтра же посажу на безглютеновую диету. Близится ночь, а значит время пойти, баиньки. На следующий день я решил накрафтить себе немного стрел и снова поохотиться. Ведь в этом смысл игры. Собирать палов. Немного домашних дел по перекладыванию предметов с места на место. Секунда сорок, и вот мы уже охотимся на новых палов, которые пуляются грязью. В детстве в куличики не наигрались, вот теперь у них разгуляет душа. Гумас, потеряв свою шапочку, начинает увядать, пока окончательно не сгниёт. Ну, это ты, братан, конечно, да. Ну, береги свою шапочку. Так, вот ещё один на горизонте. Ёп, давай, давай! А, ты плавать умеешь? Ну и славно. Ладно, пора выбираться отсюда. За честь и отвагу! Сейчас будет бум! Ну, наконец-то поймаю себе огненного лисёнка. Когда я охотился за котами, случайно сиганул стрелой в мирного челика. Ах! Я не виновен! Это всё кот! Ну, это гнида меня подставила! Ну, иди сюда! За мной началась погоня, поэтому мне нужно было быстренько спрятаться на базе. А после того, как я пересидел, я снова начал охоту, только уже на пингвинов. И как вы видите, всё вполне себе успешно. И уже под вечер я сражался с куском глины или говна, и истратил на него последнюю палсферу. Поэтому пришлось замесить это тесто, вернуться в родные края, пополнить запасы, но сначала спать. Завтра будет новый день, новое приключение. Седьмой день начался с исследований. Национальный костюм северных регионов, чтобы носить не просто тряпку, а национальную тряпку. Горячий источник для наших палов, чтобы они могли искупнуться и почувствовать себя живыми. Я живой! Ой, да пошло оно всё, изучу всё, что можно. Мой верный оруженосец шьёт для меня костюм, пожалуй, помогу ему. Так, пора бы его надеть, примерить, что ли. Да уж. Разница, конечно, колоссальная. Сделал домашние дела и решил прогуляться до башни браконьеров Рейн, чтобы открыть новый телепорт. Кстати, тут рядом пещера, нужно бы потом заглянуть. Так, кажется, там какой-то шокер с браконьерами намечается. А, блин, это же не из этой серии. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Вот, вот это уже другое, то что надо. Быстренько насуем браконьером в ебучки и пойдём спасать бедное животное. Они котика под замок закрыли, ироды. Сейчас, маленький, я тебя освобожу, и ты попадёшь в новое рабство, где будешь работать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты будешь работать, и никогда не улыбишься из рабства. Придя на базу, я начал крафт огненных стрел. Это было довольно тупое занятие, учитывая того, что подходят они только к огненному луку. А он у меня даже не исследован. Я закончил приготовление к бою и решил сразиться с мастером башни. А если честно, мне просто хотелось посмотреть, что там да как. Ох, и отгребу я, скорее всего. Эй, кабан, смотри, не пёргни в лифте, а то задохнёмся. Бля, кабан. Прости, это всё твоя безглютеновая диета. В общем, к нам в башне вышла какая-то айдол-поп-певичка, и охренеть, каких размеров зверюга электрического типа. Ну нафиг, кабан, разбирайся сам. А я по тапкам. Я и кабан, конечно, пытались что-то сделать, но 30 тысяч хп за 10 минут, ну нереально в нашем случае. Поэтому сразу отлетел кабан, ну а затем и я. Да, кажется, в ближайшее время я сюда не ногой. Наши шмотки выкинуло прям под базу, поэтому мы вернулись, чтобы забрать их. Вернулись на базу и начали зализывать свои раны. А дальше пошли на охоту. Мы с нашей птичкой решили доколупаться до оленя. Как всегда, всё делали мои палы, а я просто стоял в стороне и тяпкал. Отлично, теперь у меня есть эктендир. Осталось сделать на него седло и буду кататься на нём. Прости, кабан. Решил всё-таки одним глазком глянуть, что там находится в подземелье. О, блин, опять браконьеры. Вы чё тут забыли, олухи? Куда бежим? Далеко собрался? Ты меня не перестаёшь удивлять. Ты какой-то психически больной или что? Так тебе к врачу. Когда мы закончили с браконьерами, мы переключились на ловлю новых видов палок. Спокойненько так взяли и поймали Футлера. Это что-то типа кролика. А ещё нам удалось здесь найти и поймать тёмного покемона. Если чё, она погружает в сон тех, кто ей нравится и показывает мультики про коня Бодылая до самой смерти. Надеюсь, я не в её вкусе. После этого всего мы вернулись домой. С боссом подземелья я вряд ли бы справился. Возле базы шатался кремикс, мы его поймали и получили десятый уровень. А затем изучили примитивную печь и трёхзарядный лук. День был долгий, но всё же нам пора на боковую. Видеть сладкие сны о том, как мы ловим больших и маленьких палок. Восьмой день начался с ремонта моих покоцанных шмоток. Нехило им так досталось в предыдущих боях. Хотя свою кожанку я так и не починил, ресурсов не хватило. Но пошёл на охоту снова. Всё-таки уровень нужно как-то поднимать, а лучше всего это сделать на низкоуровневых палах. Я насобирал целую прорву всякой шушеры типа барашков и чекипи. Всех низкоуровневых по десятке, чтобы получить максимальный опыт. Ну а после, конечно, чтобы избавиться от всех этих ненужных палов, я пошёл к торговцу. По-быстренькому сбагрил всё ненужное, теперь у меня четыре куска золотых. Ага. Да и как бы вернулся домой, а солнце уже спать легло. Я, конечно, позанимался домашними делами по мелочи. Хавчик там приготовил, ресурсы собрал. Ну как бы время позднее, а спать-то всё-таки надо. Поэтому, сверкая тапками, побежал к своей любимой кроватке. Мне нужны были ресурсы, причём немало их количества, а именно волокно с деревьев. Поставил ещё одну кровать для палов. А то они там кипиш развели, что, мол, мало кровати им. Снова рубка деревьев. Ммм, грибочки. О, что-то мне нехорошо. А, вот, отпустила. Фух. Четвёртая кровать для палов. Приказал барашу, чтобы он понемногу начал делать трёхзарядный лук. Ну чё, блин, не зря же я столько деревьев на него угробил. Да, кстати, камешка тоже не помешала бы добыть немного. Ах да, в кормушку же надо какую-то еду положить, а то совсем забыл. Ну, вот вам грибочки. Повеселитесь там, ребятки. Лук закончен, теперь нужно сделать к нему боеприпасы. Давай-давай, бараш, работай. И проследить, чтобы еда готовилась. Боже, всё сам, всё сам. Ладно, сходим пока, поохотимся. Например, на утконосов. Потом загоню их на чёрном рынке. Ммм, кабанятники тоже неплохо было бы отведать. Правда, брыкаются козлы. Ах да, кстати, забыл сказать, что по возвращению домой я поймал ещё одну Викси. Определим её туда же в загончик. Теперь в два раза больше профитов, в два раза больше пал-сфер. Ю-ху! Вечером перекладывал своё хозяйство. Для ресов упавших с мобов у меня есть отдельный сундук. А как же, каждому своё место. Или начнётся хаос. Вечером пожарить свинин... Вечером пожарить у костра свининку вместе со своими палами. Это ли несчастье? Надо пользоваться, пока феминистки не запретили эту игру. Но когда мы закончим жарить мясо, закончится и вторая порция стодневного приключения в игре Pal World. Игруха довольно залипательная, меня она зацепила даже очень. Ну и разумеется, если тебе она тоже нравится, и нравится моё повествование, тогда прожми кнопочку комментария, напиши лайк, подписывайся на колокольчик и не забудь прожать подписку, чтобы не пропустить новое видео. У микрофона был я, Некрасный. Ещё услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok